Вообще, самый лучший способ быстрого прогресса, для всех, не только для белых поясов, это перестать обсуждать чужую борьбу и начать свою обсуждать. Ну, это стандартно, но никого не удивит, что белые пояса обсудят, кому страйп дали не по чину, кому пояс рано выдали, кто недостоин, кто своего проебал, они обсудят всю борьбу в зале, они сравнительные таблицы построят, но они не смотрят на свою борьбу вообще. Если вы начнете на свою борьбу смотреть, и чем раньше начнете это делать, тем больше удивительных открытий вас ждет о вашем личном жил-жицу, тем быстрее вы будете прогрессировать. Как смотреть на свою борьбу? Вы можете банально глазами следить во время своей борьбы, что вы делаете. То есть алгоритм вилка. Я забрал, условно, кроссфейс. Если да, окей, развиваю. Если нет, что мне нужно, чтобы забрать кроссфейс? Это самый простой способ для бедных. Для них ничего не надо, кроме глаз, они вам от природы выдуманы. Есть способ посложнее. Вы можете ставить телефон и снимать свои схватки на видео, чтобы потом с удивлением обнаружить, что в процессе вам казалось, что вы классно двигаетесь, и вообще вы крутой, а потом смотрится со стороны и думаете, господи, что это такое, кто это. Да, и вот стыдливо вырубать, такое так, ладно, потом посмотрю, потом посмотрю, да? Да. Да, то есть если вы хотите прогрессировать, вам нужно заниматься меньше обсуждением других, да, в районе каких-то сравнительных таблиц и больше смотреть на свою борьбу. Если вы будете следить за своими ошибками, будете их выводить, будете... Понимаете, вот еще момент. Если вы вот снимете свою схватку на видео, потом подойдете к тренеру и скажете, тренер, вот разбери мне, какие я здесь ошибки делаю, то ваш тренер, в принципе, увидит, что вы серьезно настроенный, вы хотите учиться, а не вы не очередной дурачок, как бы. Да, то есть потому что, ну, очень смешно быть тренером вообще рассуждать про белых поясов, потому что, ну, там, истории тренер, я буду чемпионом, тренер, я отвечаю, я буду чемпионом, поражение на первых соревок, все этого человека в зале нет просто, просто растворился. Ну, таких историй много, либо команду сменил, там, так далее, так далее. Вот, а когда вы показываете, что вы готовы систематически, систематично работать с вами, вас, во-первых, будет больше вкладываться, да, то есть любой тренер увидит, что вы не только хотите вот это вот, а, я хочу, я буду, но предпринимаете какие-то усилия, ему гораздо интереснее будет с вами работать, он вам больше расскажет, больше покажет, даст больше обратной связи и, в принципе, будет вас в пример вставить, что для вашего самолюбия будет только в плюс, будете ходить только по залу важный, вот какой я умный. Поэтому вот так вот, ребят, прогрессируйте, побеждайте и, главное, будьте хорошими людьми. У меня очень много новичков, и их тоже надо чему-то учить. И вот они у меня спрашивают, как вот ускорить прогресс. Я, примерно, зная то, что они найдут в интернете, говорю, да никак, как бы, тренируйся, потому что, когда белый пояс смотрит, вот, обычную обучалку, где техники показывают, а для него это, как вот фокусы для ребенка, то есть ребенок приходит к фокуснику, тот из рукава что-то вытаскивает, ребенок, нифига себе, что-то вытащили, прикольно, хочу так же. Но у него, разумеется, ничего не получится, потому что он не понимает, как бы, механизмов, как это все устроено на самом деле, да. То же самое с белыми поясами. Они смотрят техники в зале, они смотрят техники на Ютубе, они смотрят техники на BGFX, и они нихуя не понимают. Ну, то есть, серьезно, вот там вот процент, они вот видят техника такая вот классная, они идут повторять, и они даже не могут собразить, куда ногу с рукой поставить, да. И вот поскольку аудитория благодарна, а аналогичного материала нет, я, собственно, решил его записать. Что в этом курсе будет? Мы с Андреем, в общем, я буду рассказывать, Андрей будет меня сетировать, я расскажу о том, как вообще ускорить свой прогресс в жилу-джитсу, на что обращать внимание, и как оно вообще устроено, да, потому что вы приходите в зал, и у вас две проблемы. Первая, то есть, что вы ничего не понимаете, вот вообще ничего не понимаете, что происходит. А вторая проблема, что вы повторить не можете, да, то есть у вас тело не подготовлено у многих, вы там руками-ногами еле шевелите, а когда нужно одновременно всеми четырьмя конечностями двигать, у вас вообще стоп случается, да. И я хочу вам помочь сориентироваться на вот этом самом классном, на самом деле, считаю, что белый поясной этап – это самый классный, самый интересный, потому что дивный новый мир. И я хочу вам дать небольшой путеводитель по этому дивному новому миру.